Коллегия сотрудников Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Брестской области подвела финишную черту 2014 года. Планирование и организация контрольной деятельности строились на принципах исключения необоснованного административного вмешательства в предпринимательскую деятельность предприятий и организаций для обеспечения повышения экономической активности. Несмотря на то, что широкое применение в минувшем году нашла практика использования мер профилактического и предупредительного характера, однако без серьезных наказаний все же не обошлось. Общий экономический результат деятельности Комитета за 2014 год – чуть более 400 миллиардов рублей. Если оценивать экономический эффект, то по нашей методике экономический эффект от работы Комитета составил более 400 миллиардов рублей. Мы вернули в бюджет путем штрафных санкций и возврата незаконных использованных средств более 140 миллиардов рублей. За год Комитетом проведено 52 мониторинга по наиболее важным вопросам социально-экономического развития региона, в ходе которых обследовано более тысячи объектов. Подготовлено 319 рекомендаций и предложений. Большая работа, проделанная сотрудниками Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Брестской области – итог плодотворной совместной деятельности. В этом году активное сотрудничество с органами прокуратуры, Комитетом государственной безопасности, Управлением внутренних дел дало свои плоды. Во время проверок особое внимание уделялось рациональному использованию средств, выделенных на ввод новых объектов, а также на модернизацию и переоснащение предприятий. Конечно, создать идеальную картину на производстве весьма сложно. Однако, и в этом сотрудники Комитета видят первостепенное значение своей работы, важно правильно указать на существующие недостатки и наглядно продемонстрировать, как их устранить. Большая аналитическая работа была проведена на базе предприятий концерна «Беллегпром». Здесь сегодня дела обстоят не лучшим образом. Среди выявленных недостатков доминирующий – неграмотный подход руководителей к организации работы в структурах. Однако, сотрудниками Комитета государственного контроля отмечены и приятные изменения. Существенно сократилось количество нарушений в строительной сфере. Недостатки, выявленные в 2013 году в этой области, в своем большинстве удалось устранить. Положительный момент контрольной деятельности совместно с ОБЛ и с полкомом – это контроль за жилищным строительством. Была поставлена задача своевременному вводу жилья и не появлению новых проблемных домов. На мой взгляд, мы достойно и организовали контроль по данному вопросу и принимались исполнительными органами, соответствующие меры реагирования оперативно. Кроме подведения итогов, во время заседания были обозначены приоритетные направления деятельности в 2015 году, в список которых вошли проверки по исполнению республиканского и местного бюджетов, наблюдение за выполнением задания по наращиванию объемов экспорта на новые перспективные рынки, отслеживание уровня конкурентоспособности местной продукции и ее котирование за рубежом. Кроме того, в спектр контролирующей работы вошло новое актуальное направление. Сотрудникам комитета предстоит проверить качество, безопасность и сбалансированность продуктов питания, представленных воспитанникам учреждений дошкольного образования. Безусловно, в строительном комплексе предостаточно проблем, мы продолжим контроль. Продолжим контроль за работой жилищно-коммунального хозяйства, потому как показали проверки там предостаточно проблемных вопросов. Ну и если брать сферу торговли, наверное, больше внимания уделим организации детского питания и организации общественного питания как в городах, так и в регионах области. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, Селекомпания, Бук-ТВ.